Всем привет! В эфире программа «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лысенко. В нашей программе вы можете увидеть самые интересные кадры за кулиси. Ну а сегодня мы находимся на съемочной площадке, где свое видео снимает необычный дуэт. Виагра совместно с Мотом. Самые яркие кадры за кулиси вы увидите в нашей программе. Ну что, поехали? Сегодня в программе. Как рэперу Моту удалось покорить сразу трех красавиц? Вокруг меня будет не одна, а целых три девушки. Сенсация! Впервые Константин Меладзе не стал автором песни группы Виагра. Решил сделать такой некий эксперимент. Отдел кадров расскажет тебе все на телеканале Ру-ТВ. Удивили так удивили. Признаюсь честно, в голове как-то не вяжется. У Виагры дуэт с Мотом. Целых 13 лет группа Виагра удерживала статус гиперсексуальности и неприступности. Эдакие богини шоу-бизнеса. И к выбору дуэтов подходили настолько ответственно, что единственным мужчиной Виагры за эти годы стал сам Валерий Меладзе. Ну а сейчас пресса пестрит слухами о том, что Виагра уже не та. Конечно, не та. Абсолютно новый состав вокально-инструментального ансамбля образовался в октябре 2013 года. В результате старта реалити-шоу Константина Меладзе «Хочу Виагру», повествующего зрителям о том, как девушки со всего СНГ пытаются попасть в популярную группу. Простые девушки на ваших глазах научились всему, чтобы стать новой группой Виагра. Молодые и красивые новые солистки легендарного трио собрались под руководством Константина Меладзе. Из тысячи претенденток выбрали Анастасию Кожевникову, Мишу Романову и Эрику Герцог. Добрый вечер. Первый вопрос, который я хотела бы вам задать, как родился этот дуэт? Как получилось так, что автором песни стали не вы, а стал молодой исполнитель, который привлек аж трех девушек? Ну, я, так сказать, рад, что не автор этой песни, потому что, ну, все время я писал в Виагре песни сам, все эти долгие 15 лет уже. И, собственно, решил вот сделать такой некий эксперимент. Мне прислали ребята песню из «Блэк Стар» в силу того, что мы работали вместе на проекте «Хочу милаться». Они прислали мне, собственно говоря, песню эту, и мы пока еще не думали, кто это может спеть, просто кто-то из моих артистов. Я послушал, и мне показалось, что для Виагры это было бы интересным экспериментом. Виновником сегодняшних съемок клипа стал певец Мод. Молодой артист лейбла «Блэк Стар» Матвей Мельников, более известный под сценическим псевдонимом Мод. Российский рэп-исполнитель и бывший участник музыкального проекта «Соул Китчен». В середине января 2013 года Мод покинул «Соул Китчен» и стал артистом лейбла «Блэк Стар». В начале марта вышел первый сингл артиста на этом лейбле под названием «Мод стелет чо сели». Знакомьтесь, перед вами Матвей Мельников. Как так получилось, что сразу три девушки под твоим управлением? Дело в том, что предыдущий клип, который выходил у меня, он назывался «Мама, я в Дубае», и там я был в роли шейха. И знаете ли, очень сложно, когда однажды вокруг тебя вьется множество дам, и ты так ведешь себя очень расслабленно и привычно, то очень сложно от этого отвыкнуть. «Мама, я в Дубае», «Мама, мама, я в Дубае», «Мама, я в Дубае», «Мама, мама, я в Дубае», «Мама, мама, я в Дубае». Ну и, соответственно, мы решили, зачем отвыкать. Пожалуй, следующий клип тоже вокруг меня будет не одна, а целых три девушки. «Мама, я в Дубае», «Мама, я в Дубае» Особо трепетное отношение по отношению к девушкам на съемочной площадке проявлял не стилист, не визажист и даже не режиссер клипа. Сам Константин Меладзе следил за процессом создания видеоролика очень внимательно и был, как нам показалось, крайне напряжен. Константин Меладзе признался, что он доверил вас юному молодому человеку. Какие вы испытываете ощущения, осознаваясь, что вы поете песни не Кости, а артиста Блокстара? Вообще это что-то новое для вас, что-то интересное или вся музыка, она одинаково прекрасна? Она одинаково прекрасна, безусловно, но это интересно, так как, пусть даже мы не настолько долго работаем, но все равно мы росли на песне Константина Меладзе и знаем, что как бы «Виагра», она не сваряет только песни Константина Меладзе. Поэтому для нас это было неким таким терпизмом, когда Костя нам предложила спеть эту песню, она была, сейчас дай мне версия, крайне, но совершенно по-другому она звучала. Но мы это постарались, с девочками ее все-таки переделали под себя. Может, что-то вышло, может, что-то нет, но все равно это новое веяние. Как вы ощущаете, для Константина это был трудный шаг? Или он с легкостью поддался взгляду молодого артиста и согласился принять чужую песню? Я думаю, это новое веяние группы «Виагра», поэтому вот такой вот смелый шаг мы сделали. Я думаю, что он очень понравится многим слушателям, зрителям, так что я думаю, что это, в принципе, удачный шаг. Какую задачу вам поставил режиссер? Я могу сказать, что я играю сам собой, потому что у меня в жизни уже была такая ситуация, что я рассталась или помирилась, у меня были сильные чувства. И мне тяжело, это не игра, это я даю себе. Когда я смотрела в кадре, слышала вот эти слова, эта песня. Сегодня мы очень легкие, воздушные дивы, могу сказать. Ну да, по-моему, да. Так, дышать в съемочном павильоне становится нечем. Признаюсь честно, концентрация дыма на квадратный метр превышает все допустимые нормы. Но мы люди творческие и с пониманием относимся к таким вещам. Поэтому, набрав в грудь побольше кислорода, терпим ради красоты. И даже девушки из группы Виагра любят покушать докторскую колбаску. А что еще есть, интересно, на столе, так называемый кинокорм? Смотрите, я когда подхожу к этому, к любому месту со своей камерой, все обычно расступаются. Но, вы знаете, вот есть чем поживиться. И печенье есть, и йогурты для тех, кто худеет, и помидорки, и сыр, и колбаска, и салаты, и даже горячие. В общем, все условия создали для того, чтобы девушки были полны энергии и хорошо работали в кадре. Ну и я, собственно говоря, тоже покушаю. По задумке режиссера клипа, солистки Виагры должны засветиться от счастья в кадре. То, что девушки излучают все цвета радуги, сомнений ни у кого не вызывает. Алексей, я знаю, что вы сотрудничаете хорошо с Блэкстаром, но вот с Виагрой, мне кажется, вы первый раз. Да, с Виагрой прям очень доволен. То есть сейчас снимаем ролик, на первый раз снимаю для них. Какие вы задачи поставили артисткам? Знаете, особо прям такой, наверное, задачи не было. Наверное, самое главное от артиста получить, чтобы этот артист жил в кадре и был самим собой, был естественным. Это, я считаю, вообще самое крутое, когда ты этого добиваешься, когда у тебя люди живут в кадре, у них эмоции, их просто распирает. Это очень круто. И мы этого добились. В чем основная идея клипа, сюжет? Вы знаете, основная идея, наверное, вообще о возможности человека поверить во что-то будущее, во что-то новое и засветиться разными-разными цветами счастья. Вы смотрели программу «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лысенко. И, конечно же, самые интересные кадры за кулисы съемочного процесса вы можете увидеть в нашей программе. Что получилось у Виагра с Мотом, вы увидите прямо сейчас, посмотрев их готовый видеоклип. Спасибо.